Уже стало очевидно, что такое профессиональное созревание музыковеда, оно происходит в период работы над курсовым. Потому что именно здесь обретается не только какой-то опыт, но и возникает некоторая ориентация в дальнейшем пути, то есть уже становится понятно, кому что ближе. И поэтому у нас такой широкий спектр тем курсовых работ, независимо от того, пишут сами по гармонии, по форме, по истории музыки. На самом деле это расширение пространства исследовательского начинается именно на уровне курсовых работ. И некоторые из них, они настолько уже успешны, что на самом деле перетекают естественным путем дипломную работу, дальше диссертацию. То есть таких примеров много, когда вот такое удачное попадание в свою стезю имеет такое перспективное продолжение. Сразу хочу всех поздравить, если мы, когда работали в комиссии, все работы были внимательно прочитаны, сопоставлены. Ну и, в общем-то, тот ранжир, который в итоге произошел, мне кажется объективным. Но все эти работы, без исключения, которые сегодня будут представлены, это замечательные работы. И я всех, кто их сотворил, с удовольствием поздравил. Конкурс, этот седьмой конкурс, и он в последнее время уже устойчивые такие позиции занял. Каждый год он проводится уже в июне, да, лишь какая-то традиция. Более того, сложилась традиция второй год уже проводить награждения победителей в осенью, в сентябре, в конце сентября или начале октября, как сейчас. И проводить вот эту сессию, сессия СНТО, в рамках которой прозвучат как раз кратко, но прозвучат анонс и презентация вот этих докладов, которые получили такие призовые места. С большой радостью вас поздравляю. Действительно, этот конкурс как-то каждый год повышает свой уровень и научный, и организационный. Ирина Арнольдовна уже упомянула о проведении конгресса Евромака, вот буквально совсем недавно у нас в консерватории он прошел. И я обратил внимание на такую закономерность, что среди вот этих волонтеров, список которых был зачитан, очень много лауреатов либо этого конкурса, либо прошлых конкурсов. И это, конечно, не случайно. Все зависит от вас. Что с такими помощниками, вот как ваш педагогический, профессорский состав, вы можете при желании достичь всего. А воспользуетесь вы этим или нет, это уже, как говорится, все в ваших руках, в ваших возможностях. Одно дело написать текст, другое дело осуществить презентацию, выступить. И это совершенно отдельное мастерство, это совершенно отдельный вид профессионализма. И благодаря тому, что у вас есть инициатива, вы имеете возможность вот в этом жанре сегодня выступить. Вот чтобы все это вам пригодилось, и чтобы ваши выступления перед нами, успешные и содержательные, стали нашей самой главной традицией. Удачи вам всем! Спасибо!